Дорогие друзья, приветствую вас на интеллектуальном спринте «Как не потерять себя». Мы сейчас оказались во времени такой тотальной неопределенности, времени черных лебедей. Они один за другим, сначала пандемия, потом боевые действия, потом кризисы, и все это одно за другим идет и создает ситуацию выраженной неопределенности, которая неизбежно приводит к ситуации стресса. Но нужно понимать, что когда мы говорим про неопределенность, этой неопределенности в нашей жизни значительно больше, чем вот эти внешние процессы. Вы с неопределенностью сталкиваетесь, когда вам нужно решить, остаетесь вы на работе или переходите на другую, или если вы вынуждены какую-то работу покинуть, вы оказываетесь в ситуации неопределенности, когда вы расстаетесь с близким человеком, потому что не сошлись характерами, или остыли чувства у вас. Вы оказываетесь в ситуации неопределенности, когда ваши дети выросли и покинули отчий дом, и вы дальше должны начинать жить заново. А как и что это за жизнь, вы сказать не можете. Почему? Потому что у вас нет стратегии, как действовать. И дальше мы начинаем, конечно, испытывать с этим выраженный стресс. Почему? Потому что наша психика не любит, когда у нас нет образа будущего. Наша психика хочет, чтобы нам было все ясно, понятно, чтобы мы понимали, куда все катится, к чему все приведет и так далее. Потому что тогда понятно, что нам делать. До тех пор, пока вы не знаете, не нарисовали себе образ будущего, вы неизбежно будете испытывать чувство тревоги, потому что что сейчас делать, неизвестно. И дальше психика начинает сходить с ума, и вы производите кучу разных действий, которые зачастую ухудшают ваше положение. Проблема неопределенности не в том, что мы не знаем, каким будет будущее, потому что мы никогда не знаем, кто знал, что пандемия случится, кто знал, что дальше такие геополитические события будут происходить. Никто не знал. А все, что нам грезилось, как будет происходить 2000 год, или 2002, или 2003, это все были чистой воды фантазии, когнитивные искажения. Нам казалось, что мы знаем, как будет, а оказалось, что не так. И вот наша задача – научиться не делать дополнительных ошибок, которые дополняют неопределенность нашим страхом, тревогой, какими-то суетой, совершением каких-то конфликтных действий и так далее. То есть задача наша состоит в том, чтобы с одной стороны научиться принимать неопределенность, а с другой стороны научиться не терять себя в ситуации неопределенности. Будущее всегда неизвестно. Это на уровне сознания, я думаю, легко принять, но на уровне нашей психики, там, где действуют наши инстинкты, где действуют наши потребности, это слишком революционная идея. Любое нарушение привычного стереотипа жизни у любого животного приводит его в состояние стресса. Ну, вы просто там сдайте свою собаку, кошку или хомячка, понимаете, куда-нибудь, кому-нибудь, и потом обнаружите, в каком панике он будет находиться. Я думаю, вам давали, оставляли мы же кота. Он первое время, наверное, с ума сходил, там все портил. Они любят такие коты. Собаки тоже не понимают, как себя вести. Почему? Потому что ситуация неопределенности, они не знают, как быть. И главная наша проблема человеческая, это то, что психика сходит с ума и стрессует, а наша с вами задача на фоне этого стресса сформировать конструктивные, адекватные стратегии достижения необходимых нам результатов, увеличения степени определенности во всем происходящем и избежать различных эмоциональных соскакиваний эмоционального поезда с колеи, с появлением соответствующей всей симптоматики. Все мы знаем, что когда такие неприятности в нашей жизни происходят, мы чувствуем себя, мягко говоря, не очень хорошо. И теряем себя, теряем опору в самих себе. И вот чтобы не потерять эту опору, мы должны понимать, как действовать. Но почему же мы не действуем правильно? Почему же мы не действуем конструктивно в ситуации неопределенности? Потому что наши инстинкты дестабилизированы новостями, они не знают, что будет происходить дальше. Вырабатывается дополнительная психическая энергия для того, чтобы мы адаптировались к новым обстоятельствам. Но если мы не используем эту психическую энергию конструктивно, она начинает действовать на нас разрушительно. Мы сами себя теряем. И не можем на себя опираться. И не можем двигаться вперед. И вот наш спринт нужен именно для того, чтобы мы увидели, какие когнитивные искажения, какие ошибки и ловушки нашего мышления приводят к тому, что вместо адаптации мы с вами, наоборот, дезадаптируемся еще сильнее и нам еще сложнее освоить вот эту новую реальность, новые обстоятельства жизни. И неважно, чего они касаются. Глобальных процессов или любых изменений, которые могут произойти в вашей жизни.